В объективе зауральцев дикая природа. В центре русской культуры берегиня города Катайска открылась фотовыставка «Земля Зауралья». Проект «Открываем Россию заново» вместе состоялся при поддержке Русского географического общества, которое накануне отпраздновало день рождения – 171 год со дня основания. На презентацию прибыли официальные лица города Катайска и Шадринска, авторы фотографий и просто любителей живой природы. Руководителем фотопроекта является Владимир Павлович Лукинских, почетный член Курганского областного общества охотников и рыболовов, действительно член Русского географического общества. Он отмечает, что на выставку было заявлено около 2000 снимков. На обозрение посетителей выбирали самые лучшие. Коллективный труд семи фотографов включил в себя около 70 фотокартин от Эдуарда Кутыгина, Сергея Горшкова, Юрия Лесных и других авторов. Работы выполнены в различных жанрах природной фотографии – анималистика, пейзаж и макросъемка. Глазам неравнодушного зрителя открывается, напоминая об ответственности каждого за сохранность всего живого, очень уязвимый перед натиском цивилизации мир дикой зауральской природы. Знать свою природу, полюбить ее – это вообще, наверное, задача любого взрослого человека в воспитании молодого человека, будущего поколения. Природу должны знать. Вот я помню в детстве, мы, ну еще совсем в таком маленьком возрасте, мы самостоятельно ходили по лесам, на Тумановские горы, в леса, родники пили. Кто сейчас ходит в лес и кто пьет родниковую воду? А сейчас разве это увидишь? Нет, конечно. Поэтому вот задача через такие вот прекрасные фотоработы донести до молодого поколения, что вот такая она природа, ее нужно сохранять и любить. Фотографы, представившие свои работы на данной выставке, посвятили себя красоте окружающего мира, его многообразию и тем, кто так сильно нуждается в поддержке и заботе человека. В своем ответном слове они с удовольствием поделились с гостями секретами мастерства съемки. Когда приходишь на природу и хочется все объять, но объять необъятно и невозможно, вот в этом и заключается, что все время нужно искать, искать, искать и находить какие-то вот эти кусочки, которые выйдут из этого огромного пространства и оставить их на память. Вот именно на память, чтобы потом другие пришли, все меняется, природа же она не остается, она не любит постояться, как здесь уже было сказано, она не периодически меняется. А вот это будет оставаться в памяти именно вот та ситуация, которая здесь происходила. Рядом с фотографиями дикой природы расположены снимки молодежного экспедиционного исследовательского центра имени Константина Насилова из города Шадринска из последней экспедиции. На снимках запечатлена природа Урала и Сибири, Крайнего Севера. Здесь же представлено несколько раритетных фоторабот, сделанных самим Константином Дмитриевичем Насиловым, русским полярным исследователем, этнографом, писателем, фотолетописцем. К сожалению, рукописный архив Константина Дмитриевича, где были записаны его путевые заметки и карты маршрутов по новой земле, не сохранился. Исчезли и сотни негативов фотографий с природы сурового российского севера и его обитателей. Организатор выставки буквально по крохам собирает информацию и продвигает различные идеи, направленные на популяризацию имени знаменитого исследователя. Первое, что мы заложили, это истоки фотографирования наших земляков в нашем уезде. Это Константин Дмитриевич Насилов, который 120 лет назад воспроизвел на новой земле и других регионах России свои фотографии. Я думаю, что сама идея воссоздания и поддержка русского географического общества в России, то есть открываем Россию заново вместе, она присутствует во всех этих фотографиях, во всех этих делах русского географического общества и тем более русского географического общества в городе Шадринске. Есть нас немного, но я чувствую, что есть сплоченный коллектив, который может что-то оставить, какой-то след. Владимир Лукинских уверен, что проект будет интересен широкому кругу посетителей и взрослым, и детям, и специалистам, и любителям. Действительно яркие, живые, красочные, наполненные любовью ко всему живому фотографии участников фото выставки никого не оставили равнодушным. Мне очень понравилась выставка, мне очень понравились картины природы нашей Завральской и утренней, вечерней и времен года, но особенно меня впечатлила выставка там, где запечатлены мир животных, особенно меня впечатлила лиса, которая как будто улыбается, и волки, как можно было поймать такой момент, это просто удивительно. Фотовыставка будет работать до середины осени. 4 октября она откроется в Шадринске в большем объеме с некоторой заменой работ. Владимир Лукинских отмечает, что, возможно, экспозиции попадут в Курган и в Ямал. Сейчас по этому поводу руководство ведет с ними переговоры. Напомним, что Русское географическое общество – единственная в России общественная организация, непрерывно существующая с момента создания в 1845 году. Ее уставы демонстрируют юридически безупречную правоприемственность общества на протяжении его 170-летней истории. Первый устав императорского русского географического общества был утвержден Николаем I 28 декабря 1849 года.